Здравствуйте, дорогие друзья, прямой эфир 6, 5, 10, 9, 9 и 6, понедельник, у нас сегодня именитый гость со своим партнером, это Дима Черемушкин, основатель и исполнительный директор Helios Group и Александр Веденеев, директор по инвестиционному развитию бизнеса той же самой компании. Здравствуйте, мальчики. Добрый вечер, добрый вечер. Александр, можно я только поправлю, вот все неправильно говорят, назвали нашей компанией, Xelios. Xelios Group. Нет, я перед тем, как мы как бы перейдем к более серьезным вещам, хотел просто побольше Диме Черемушкину рассказать, как-то тебе мало регалий сделали, ты на ЛЧИ какое место занял Дима? Третье. В каком году? Ой, давно, в восьмом. Ну ты не такой старый, как раз когда мы с тобой познакомились, когда в открытии ты был. Да, Дима Черемушкин занял третье место на конкурсе ЛЧИ, что в принципе является и самым лучшим показателем и доказательством работы и профессионализма, поэтому, дорогие друзья, не просто исполнитель директора, а также очень хороший трейдер, каким я его помню, мы давно не виделись. А вот еще в 12-м году, сейчас в апреле был тоже конкурс, там второе место. Да там три участника было. Ну зато какие. Ну да, зато какие. Мне страшно было с ними. Нет, самое главное, я всегда говорю одну вещь, что людям невозможно доказать, что ты себя представляешь, ты сам знаешь и понимаешь. Люди, которые образно приходят тебе учиться или торгуют у вас, например, в пропе. Хотя, я тебе скажу честно, там, по поводу слова проб мы сейчас посмотрим очень сильно. Но не имеет значения, да, передача у нас честная и о хорошем поговорим и о плохом поговорим. И вопросов у нас, в принципе, много. Ну, в принципе, ты с какого года в трейдинге? С 2006. То есть уже шесть. Да, шесть лет. Седьмой уже пошел. То есть на третий, в принципе, на третий год в трейдинге ты занял третье место на лучи, что является показательным. Ну, это первый год. Это первый год, когда я начал зарабатывать. То есть два года я сливал безбожно. Безбожно это сколько? Ну, я сейчас, как сказать, безбожно, конечно. Ну, не надо говорить в денежном веке. Это принципиально абсолютно. А потому что сумма денег, кстати, я считаю одну вещь, и множество моих студентов подтвердили, что количество по... У нас передача до 16, и я перестал матом ругаться. Количество образно слитых денег на рынке, оно не пропорционально количеству знаний, которые ты понимаешь. Ты сам прекрасно об этом знаешь. Да, согласен. Да. То есть можно слить там шесть раз по 20 тысяч рублей по депозиту. Это есть люди, которые как бы миллионы долларов слиют. Сколько в депозитах потеряно было? Ноль. Ноль депозитов, но при этом два депозита была одновременно торговалась. В одном там 40%, в другом 60%. Саша, а у тебя как? Ты торгуешь? Торговал, ты же торгуешь. Да, торгую, торговал, и, наверное, если так говорить, кто на меня повлиял, я сейчас нахожусь в том, что я, наверное, когда-нибудь во сне видел. Это Александр Михайлович Герчик и Дима Черемушкин. Два человека, которые в свое время на меня повлияли. И, собственно говоря, я сейчас вот сижу с вами и общаюсь. Я принципиально перешел больше, наверное, 80% торговли на опционный рынок. Так а почему я вообще на опционах не торгую? А мне они нравятся, я их как-то стал понимать. Не, не, ты говоришь, мы на тебя повлияли. Как же мы на тебя повлияли? Повлияли в плане вообще дисциплины. Философии, наверное. Философии, веры в себя. Потому что я вот еще... Тут даже Майтрейд недавно, Леша, огромный привет. Майтрейд в своем блоге написал, Герчик правильно говорил три года назад, каждый день по чуть-чуть уноси домой и все. Это как хочешь называй, это как бы тяжелый скальпинг, не тяжелый скальпинг, денежку надо унести домой. Абсолютно согласен. С одного я взял каждый день бери, но в плюс, с другого я взял закрыл день в плюс, увеличиваешь объем. Абсолютно верно. Все, и так у меня вот пошло. Сложный процент. Да, Леша Майтрейд, огромный привет. Он никак не может дойти на передачу, он то один раз проспал, то второй раз не доехал. Вот я спрашиваю, опоздал, нет? Это был один раз, да, он не доехал. Ну, это Леша Майтрейд, его можно, это звезда. Я на самом деле очень люблю его. Тогда другие вопросы. Значит, в принципе, вот у нас недавно Берес был в программе, да, с Андреем пообщались тоже, опять же, великолепный парень. И трейдер отличный. Мы как раз говорили, что передача-то у нас как раз сегодня называется именно из скальпинга Виндердей. Да, но почему? Я огромное количество времени, в принципе, за 16 лет видел очень большое количество трейдеров. Скальперы, включая ребят из United Traders и Диму и Рому, не живут долго. Сколько я знаю на самом деле. То есть я видел малое количество скальперов. Но насколько я с Бересом говорил, он просто сказал, что он ушел с огромного количества сделок там на сотни. Как у тебя дела? Все очень просто. Уйти пришлось. Во-первых, ликвидность стала падать на рынке, на котором я торговал. Оторговал фьючером Газпромом, фьючером Сбербанка. Начала ликвидность утекать. А при том, это было видно, что она утекает именно на фьючерный индекс РТС, который постоянно каждый месяц все больше и больше ликвидности. И рубль-доллар. И рубль, ну, это вот сейчас последний год они туда хлынули из индекса как раз-таки часть. Первое. Второе. Начал просто глаза уставать, здоровье начало падать. Вот. Я тебе, кстати, это 4 года назад сказал. Ну, это естественно. Такой ритм работы. Когда я пришел, он в открытии сидел такой. У меня такая маленькая конкурка. Он был очень худенький. Ну, раб. Не, он такой же самый был. Не-не-не. Помоложе только был. Я ему говорю, он сидит. Я говорю, Дима, переходи на больше таймфрейм. Ты говорю, просто физически. И я помню себя. Ты знаешь, я сейчас тоже реально вот здоровье сдал только потому, что у меня было по 300, по 400 позиций. Не сделок, а позиции одновременно я держал. Их очень тяжело вести. Да, это просто мрак. И я просто, после определенного момента, я просто сдулся. Просто тупо сдулся. Я перешел на более длинный таймфрейм. Я стал торговать меньше бумаг, но образно больше в объем. Вот сейчас, в принципе, я так понял, что ты адаптируешь это. Пришлось, да, еще уйти, потому что, ну, сайз, все, ты зарабатывал, говорю, там, 15 тысяч в день. Все, больше ты не мог. То есть потолок там. Редкие дни, когда выстрелило больше. Все, тебе надо как-то или эволюционировать, либо ты как динозавр просто умрешь со временем. Поэтому пришлось перейти на инструмент, на индекс. И переход был, поверь, не самый приятный. Ну, ты знаешь, я тебе скажу честно, я тебя просто как трейдер понимаю. И все, кто нас слушают, трейдеры настоящие. Не wanna be, а настоящие трейдеры. Они понимают, что любой переход с одного таймфрейма на другой, с одного инструмента на другой, он всегда чревает очень негативными обстоятельствами, особенно в начале. Да, и тут я вспомнил, друг, свои первые два года, когда я только начинал на рынке торговать. То есть вернулся страх, вернулись убытки. То есть они раз и появились. То есть у меня три года, не было убытков вообще. Все, я закрывал там один-два дня всего в месяц. А тут раз, у тебя неделя, месяц, два, три, и понеслась душа повара. И все, то есть в какой-то момент уже на седьмой месяц, по-моему, после перехода, я начал думать, а не пора ли мне заканчивать с этой профессией. Даже так? Даже так. И на восьмой месяц случилось чудо. Августовское падение прошлого года. Ну, то есть я наработал. То есть эти восемь месяцев не прошло даром. Система, да, да, сделал систему. Я не сдался, я просто вижу, как сейчас трейдеры. Они на четвертый месяц говорят, все, я ухожу. Ты знаешь, я тебе расскажу одну вещь. Мы буквально сегодня, вчера с моим трейдером, с Ильей разговаривали. У нас есть общий один друг, Гена. Он в Америке в свое время был таким, один из самых успешных моих учеников. И он с 2000 года, там я с 96-го, он с 2000 года начал торговать. И вот до 2004 года он очень хорошо заработал. Потом в 2005 году просто устал как трейдер и пошел в средний срок. Он семь лет не зарабатывал. Семь лет. То есть уже прожил практически все деньги, что он заработал. А заработал он довольно-таки много, там не один миллион долларов. И он практически семь лет не зарабатывал. Шесть. Последние два года. Он закончил этот год, я покажу тебе статистику. Официальная статистика у него, кстати, 200%. Счет в 11 миллионов долларов. То есть он пять лет, практически 4-5 лет вырабатывал свою стратегию. Там в моменте все против были. И семья, и жена, и дети маленькие, и все. И родители говорили, ты бухгалтер, аккаунтинг, иди туда заниматься. Поэтому, дорогие друзья, вот слушайте то, что говорят люди в профессиональных кругах. Будет очень тяжело, но... Но еще хорошо, чтобы были деньги, на что можно жить было. Потому что ты зарабатывал этого три года, и я тратил только 10% того, что зарабатывал. То есть копил достаточно внушительную сумму, на которую там купил все и квартиру, и машину. И еще оставалось достаточно много, чтобы жить на них. И терпеть эти убытки. Потому что некоторые сдаются, потому что у них просто заканчиваются деньги. Терпеть. Им приходится искать работу. Поэтому сталкиваемся... Каждый день постоянно. Ну, то есть с 3-даймом много общаемся. И мы видим, как у людей тухнут глаза через какое-то время. Но просто... Когда трейдер начнет зарабатывать, у каждого это свой срок. У каждого свой. Ну и зона комфортная. Ведь для трейдинга это не секрет. То есть человек, когда имеет доход какой-то другой, среди бизнеса, работе или еще в чем-то, да. Он заработал там какие-то копейки на рынке, и у него душа радуется. А если это перевести в абсолют, то есть конкретный доход с фондового рынка, то это не хватит ни на что. И осознание у людей очень не сразу приходит к тому, что за счет фондового рынка нужно уметь еще жить. Вот у нас в зале, именно в зале, да, у нас всего один человек за счет фондового рынка живет. Все остальные так или иначе имеют свои накопления, инвестиции, бизнес. Ну это еще раз, ребята, даже если вы хотели бы образно обмануть, вы не смогли бы, потому что, как Дима правильно сказал, есть статистика. Есть статистика. Я когда открывал тульский офис, опять же, там не буду рассказывать, вы поддержите. У меня ребята где-то было 33 человека начали, человека 4 сразу начали зарабатывать. Ну и рынок помогал. И они студенты были, ничего не надо. Мы даже какую-то стипендию платили по тем временам, там 50-60 долларов хватало им на булочку и доехать там трамвайс в 4-5 рублей на кефир. Да, и через год, через год процентов 80 зарабатывало. Потом, в принципе, люди многие заработали большие деньги и затухли, потому что прибыли на рынке упали. А они привыкли зарабатывать много и легко, а потом уже рынок начинает. То же самое история, как, наверное, скорее всего, с тобой произошла, когда 7 месяцев, вернее, до этого 3 года ты зарабатывал, ты себя начинаешь чувствовать. Ничего страшного, они чувствуют себя звездой. Дорогие друзья, у нас прямой эфир в гостях Дмитрий Черемушкин и Александр Ведениев из компании Ксилиус Групп. У нас прямой эфир 6-5-10-9-9-9-6. Звоните, задавайте вопросы. Еще раз добрый вечер, 6-5-10-9-9-9-6. Прямой эфир у нас Дмитрий Черемушкин и Александр Ведениев из компании Ксилиус Групп. Еще раз здрасте. Добрый вечер. Да, почему я, в принципе, начал, подвел от своего пропа и, скорее всего, проведу аналогию с вашим пропом, потому что, когда мне на семинар приходит большое количество людей, и вопрос один, начинать одному или идти куда-то в группу, я всегда рекомендую в группу. Либо объединяйтесь, либо образно идите к профессионалам. Почему-то людей постоянно затрагивает эта тема, что у вас стоит рабочее место и одно количество денег. Я считаю, в принципе, за атмосферу нужно платить это нормальное явление. Как бы хочешь идти в дряненький ресторан, иди в какой-то фестфуд, хочешь нормально покушать, надо идти в нормальный ресторан. Ну, в принципе, преимущество пропа, а их нельзя говорить, что они есть. Преимущество, сам пропа, это преимущество. Однозначно. Да, люди, которые профессионалы ходят. Видите, Саша честно сказал, что маленькое количество людей, которые живут с трейдинга, но это не значит, что маленькое количество зарабатывают. Вот теперь просто расскажите, там, возьмите каждый по несколько минут, с разных сторон, расскажите именно о пропе, там, ну, кто первый. Дим, давай ты начни, как бы сей. Идея, да, идея пришла, это. Ну, со временем началось все с трех человек, когда мы просто сели, объединились, действительно, вот, как Александр Михайлович, просто возьмите, объединитесь, у вас идеи появятся, вы лучше станете торговать. Возможно, так и произошло, потому что, когда мы объединились втроем, появилась куча идей, куча новых входов и так далее. Потом решили, а почему мы все настроили, почему нам не стать, там, нас, чтобы было десять. Мы создали маленький дельник, да, десять человек. Из этого вырос, то есть, это стало отчасти использоваться спросом, но очень маленьким, потому что народ предлагает лучше себе дом. Они не понимают даже, зачем это нужно, они сядут дома и клацают по клавишам, в итоге сами с собой торгуют. А сейчас это уже сорок человек, сорок человек в зал, и там волей-неволей мысли, идеи, точки входа, все они разносятся по всему залу. То есть, человек вошел здесь, показал удачную сделку, рассказал соседу, сосед рассказал третьему, в итоге обучающий процесс, даже если мы их не учим, просто они сидят. У нас как бы отделено те, кто обучаются, именно обучающий проб, и свободный проб, и просто те, кто в дилинге сидят. Вот с обучающего проб, один конец залу до другого, там через 2-3 дня доходит новый наш идейка, как входить, как выходить. Я прям вижу, подхожу в другой конец зал, говорю, как дела, я смотрю. А точки входа уже те, которые мы новые, только вот рассказали буквально своим ребятам. Ну, то есть, плавненько, синергический такой эффект происходит. Вот, это как-то с моей стороны мира. Нет, ну почему? Так на самом деле и есть, что, по сути дела, когда говорят об образовательном процессе, то обычно это 20-30% всего закладывает учитель, а все остальное это самообразование. Я когда был, то есть, невозможно, чтобы сидеть, как я со своими студентами после семинара работаю. Практически так же, как и вы, только дилинга нет. Они каждую неделю присылают мне сделки. Моментально видно почерк, да, как там убийцы серийного, не дай бог, там сразу видно, например, почек серийного убийцы, да, там палец отрезал, ногу отрезал, там глаз выколол. И здесь точно такая ситуация, то есть, моментально видно, где у него косяк. И ты раз в неделю ему говоришь, говоришь, потом начинаешь работать с его статистикой. А у вас это, в принципе, даже гораздо лучше получается, потому что люди тусуются. Плюс еще вот этот вопрос стыда, когда вокруг тебя, в принципе, громадное количество людей, как-то стыдно спороть ерунду, просто тупо сын. Ну, Саш, теперь ты со своей стороны расскажи. Ну, со своей стороны скажу так. Прежде чем вообще прийти в это во все, да, именно в самом деле, я понимал, что он нужен. Но, как рассказывал Дима еще на программе РБК, если ты попадаешь там в среду, в дилинговый зал, где все сливаются, ты сам будешь сливаться. Поэтому задача была попасть в такую среду, где люди зарабатывают. Как минимум не сливают. Да, поэтому мы познакомились вот как раз с Машей, с которой мы торговали очень долго, где-то полтора, наверное, почти два. Передай привет, Маша. Обязательно передам. Уже ее все знают, как человек, который на опционах хорошо иногда торгует. И я ее в свое время соблазнил на опционную торговлю. Она меня надолла рубль. Очень зря, между прочим. Ну. Очень зря. Очень зря, что ты ее соблазнил на опционную торговлю, потому что Маша очень хорошо торговала рубль-доллар, РТС. И я думаю, если бы она не знала о твоих опционах. Ну, а если бы я не знал ее доллар-рубль, да, я бы, наверное, тоже на них не мог нормально торговать. Но у нас такое совместное произошло как синергия. Но это два человека всего лишь по скайпу. И это два человека. А когда находишься в зале, где их много людей, совершенно незнакомые люди, они становятся вообще друзьями хорошими. Почему? У трейдера это вообще особенная каста. Особенная каста, с которым человеку не с кем поделиться, не с кем этот вопрос обсудить. Представляешь, кому-то я приехал, когда в Америку приехал мой отец, я ему рассказывал, что я на бирже торгую. Это для него такое ощущение. Он говорит, сын, я тебя что воспитывал, чтобы ты типа на базаре ходил, торговал. Папа, я торгую на рынке. Представляешь, кто тебя поймет? А так это как раз позитивно с какой точки зрения? Иногда ты сам не можешь увидеть, в каком неадеквате ты в моменте находишься, когда ты в позиции. А человек со стороны, он может трезво посмотреть и увидеть. Вот у вас есть, например, риск-менеджер, да, как таковой? У нас специальный подквик. У нас более того... Нет, помимо того, что программа, что есть какой-то штимп, который есть. Типа есть. Ну, как минимум, у нас три трейдера, таких профессионалов, которые ходят по залу раз в час, как акулы такие, смотрят, как у кого торгуются. Видим, что он начинает сливать, он не понимает. Ну, если программу не выключил, то мы его выключим. Я просто брал и выключал компьютер, человек. То есть подквик написанная программа, я видел. Я видел старую вашу программу, она слабоватая была, конечно. Старая, но сейчас лучше. Сейчас лучше. Сейчас могу сказать, вот мне удобно в том плане, что у меня там свой, типаж по подходу, как на опционном рынке, набор позиций, на все котлеты, внутри дня. То есть все по максимуму работаю. И там под меня частично делали риск, от которого я кайфую. То есть у меня может быть волатильность вот такая, которая может не нравиться нашему управляющему большими активами. Он говорит, так, Саня, сейчас тебя закроем. Я говорю, дайте мне еще порезвиться. Но есть XRM, который, Xelius Risk Manager, который в моменте защищает прибыль, которую ты вот, опа, заработал там 80 тысяч. Ну вот это хорошее, я видел, да. И он сразу, он не дает ее слить. Если вдруг начинаешь сливать, он все равно закрывает тебя в плюсе. На какой-то цифре, на которой прописали. Саня, за счет этого сливался. Потому что я тебе объясню, ты видишь, когда вышел ваш риск, я вот студентом, потому что есть люди, которые не могут себя контролировать. Я вначале посылал к вам, потому что я не продаю никакие услуги, у меня нету просто сервиса такого, это не мой кусок хлеба. Я к вам посылал их, и ребята смотрели, давно еще, наверное, год назад, когда вы его сделали, там 8 месяцев назад, да, по-моему? Это такая сливалась еще на индексе. То есть я должен был как-то остановиться, заказал такую программу. Потому что, да, у вас было, по-моему, там стоило пару тысяч рублей, и я ребят посылал, я говорю, если сами не можете остановиться, вот есть такая игрушка. Но, как бы, тогда она не очень хорошего качества была. Да, сейчас она стала намного круче. Почему говорю намного круче? Потому что я много денег своих отдал личных, и постоянно тестировал на свои личные деньги. Я думаю, на самом деле, что вот сейчас после этой передачи очень много людей захотят ее попробовать. Я думаю, что преимущество ощутить, чтобы вы дали кому-то там на пару недель, как дают в принципе. А мы даем, мы даем всегда, у нас демо-доступ есть. Нет, не демо-доступ, а пару недель, например. Нет, демо-доступ, это в каком плане демо? Это полноценная программа, которая будет работать ограниченное время. Вот это очень хорошо, потому что люди должны, как бы, попробовать. Знаешь, это как героин, надо... Абсолютно. Абсолютно. Попробовав один раз, они уже никогда не захочут слезть. Тут главный момент, это психологически. У нас... Настолько разгружаешься, ты не напрягаешься. Абсолютно. Я с тобой согласен, я выходил... Не трясешься, ничего. Я выходил из пропа. Ты знаешь, есть робот, оп, все. Я выходил из пропа, и у нас был риск-менеджер, у которого были прописаны цифры. Самое интересное, что наш рисковик никакого отношения вообще к трейдингу не имел. Это просто был человек с улицы, просто человек с улицы, который приходил, и я ему говорю... Он говорит, Алекс, я ничего не понимаю, вот у меня цифры стоят, и все. У нас, например, есть сейчас Омский офис, и у нас в офисе как раз идет человек, который вообще ничего не понимает в трейдинге. Как раз просто цифры. Вот ему сказали там, 20 долларов человек потерял, там 600 рублей, закрываем, и все остальное. Поэтому, дорогие друзья, как раз речь сегодня идет о Xelius Group. Еще раз напомню, у нас Дмитрий Черемушкин, Александр Веденеев из компании Xelius Group. Две вещи уже можно получить. Это программу риск-менеджер, ваш персональный контролер. Кстати, где данные, которые вводятся по трейдеру, где они хранятся? У трейдера, надеюсь, на компьютер не хранятся. Там два варианта есть. Второй вариант, второй вариант. Я сразу расскажу об этом. Мы это вообще фактически вещь убрали, потому что люди всегда отключают риск-менеджер. И я в том числе и был. А знаете, как ребята решили эту проблему? У них пароль от риск-менеджера у каждого противоположный. Отдельно. Да, то есть Дима знает, у Дениса. Нет, это очень правильно. Это очень правильно. А как раз это спасает от неадеквата. Один человек видит другого со стороны. Люди не понимают. Мы недавно открыли статистику одного молодого человека. На самом деле, великолепная статистика. То есть просто на статистике видно, что все отлично. Но вот бывают у него вот эти три ударных дня, как Саша Развиков говорит, только не в ту сторону. И три ударных дня у него вообще уносят, как в песне поется, знаешь, и уносит меня. Я лично смотреть, я просто говорю, давай тебе поставим риск. Во-первых, а, ты не можешь три дня отрабатывать убыточный день. Поставили ему, например, риск, одну третью от самого нормального дня. То есть берется какой-то средний день. Не среднее арифметическое, а просто какой-то день средний, например. Вот как ты сказал, я мог заработать спокойно 15 тысяч рублей в день. То есть это приблизительно какая-то такая средняя цифра. Не 12 и 20 сложить и получается. И все, человека образно спасли. У нас тоже самое был один такой человек, не буду называть его фамилией. Маша, кстати, бы эта штучка очень помогла. Ну, она пользуется некоторыми риск-программами, стоп-профит, это у нее есть. Но, опять же, когда ты имеешь сам доступ, да, ты отключаешь. А ты отбери, как друг. Даже я отключу. Я уже с ней об этом как раз и говорил. А я никогда не отключал. А мне не хватало всего. То есть я вилл, что я сливаюсь. Но мы решили проблему просто. Мы сделали функцию удаленного риска. Это когда у человека на компьютере просто просмотрщик, он ему просто показывает, что у тебя такая-то позиция, такая-то характеристика трейда, здесь убыток, здесь плюс, и тебя может скоро закрыть. Но она никак не влияет на торговле, потому что физически эта программа находится на другом сервере, и она закрывает. И таким образом люди стали пользоваться именно удаленным риском, потому что смысл брать его на компьютер нет. Да нет, но это люди не понимают, это спасательный круг. Абсолютно. Это тупо просто спасательный круг. Абсолютно. Ты плывешь, он на тебе всегда одет и не имеет значения. У тебя там, например, ногу свело или руку свело. Он тебя постоянно есть, он тебя постоянно держит. Никакого, ты правильно сказал здесь, тупо холодный расчет. Потерял иную сумму, это убирает эмоции, ты всегда знаешь. Потерял двушку или трешку, или пять, или пятьсот. Ровно по своему депозиту. У тебя система тупо просто закрыла. И, конечно, очень приятно, когда ты работаешь в пропе, на самом деле, да. У нас в пропе было, просто чтобы вы представляли уровень, 1200 человек. Это что за зал такой? Это в моменте? Это в моменте? Ну, у нас довольно-таки много лет было. Мы начинали когда-то с 37 человек. Хозяин наш был человек, который основал наш проб. Его отец был гувернатором Нью-Йоркской фондовой биржи. Откуда мы, в принципе, такие умные повылазили. Потому что мы года три, наверное, практически каждый день в обед лучших трейдеров. Мы ходили на Нью-Йоркскую фондовую биржу, откуда я научился, в принципе, рынок понимать. Когда проходят янки начинают пищать. Пока в 2001 году, после 11 сентября, они закрыли вообще доступ для всех. А, никого не пускают теперь? Вообще никого не пускают после 11 сентября. Так только как бы по особенному разрешению, там, паспорт смотрят. То есть не так легко. И как раз мы начали с 37 человек и дошли до 1200 человек на одном этаже. То есть у нас просто был выкупленный этаж. В фирме прямо на Уолл-стрит. Сидели мы 110 Уолл-стрит. Весь круговой этаж. Там по тем временам это, наверное, было 10-100 тысяч квадратных футов. Где-то 10-12 тысяч квадратных метров. Может даже больше. И еще плюс технари на отдельном этаже сидели. Вот так вот. Этого я, кстати, вам и желаю. На самом деле, потому что фирма у нас делала 4,5% внутридневного объема на Нью-Йоркской фондовой бирже. Дорогие друзья, Дмитрий Черемушкин, Александр Веденеев. В гостях у нас из компании Кселиус Групп. Прямой эфир. Телефон студии 6, 5, 10, 9, 9, и 6. Я что-то сегодня... Народ у нас не агрессивный. Вопросов очень мало. Но вопросы есть на интернете. Да, 6, 5, 10, 9, и 6. Прямой эфир. Звоните. Торги ведь еще идут. Еще раз здравствуйте. Дмитрий Черемушкин, Александр Веденеев с компанией Кселиус Групп. Прямой эфир 6, 5, 10, 9, и 6. Ну, у вас, я так понял, полный вид услуг. Да, начиная обучение, проб. Ну, все, все. От того, что человек только пришел, и он может закончиться как от скальпинга. Ну, скальпинга уже нет, только как от интродэ. Ну, вот ты мне в перерыве начал рассказывать, что ты сам потихонечку даже уходишь от интродэ, больше как бы на средний срок. Да, потому что я воспитал определенное количество уже людей, которые могут подменять меня. Потому что деньги должны работать, и часть этих денег, они у меня находятся в интродэ. И сейчас мои партнеры управляют частью моих денег. Допустим, сегодня я вообще не торговал. То есть, часть моих денег лежит, ну, там, моего партнера сидит через стол, и он сегодня торговал, и ни одной убыточной сделки не было. То есть, я прямо аж радовался, сижу там, в потолок плюю фактически, а он зарабатывает деньги. Вот, и как бы хотелось воспитать определенное количество людей, которым ты раздал бы часть своих средств, и они просто бы торговали. А ты мог в этот момент, ну, вот, находиться, грубо говоря. Вот, ты представляешь, если сегодня сколько абсёров будет по этому поводу? Потому что меня, по мне, уже проехали с такой ощущением, ты знаешь, что это какое-то нарицательное, когда ты обучаешь сам людей, даёшь им деньги в управление, и такое ощущение, знаешь, что мы с тобой каббалисты, в плохом смысле этого слова, не каббалисты, то, что мы верим в каббулу, а то, что мы других берём в каббулу. Это счастье для человека, которого берут с улицы, учат и доверяют ему деньги. Да ещё и дают деньги. Да. А ты представляешь, у меня таких людей, в принципе, тоже довольно-таки много. Вот, у меня сегодня только приходили два трейдера, которые там американские фьючерсы торгуют. Это такое ощущение, что именно нарицательное, что ты должен себя очень плохо чувствовать, потому что ты, видите ли, сам не торгуешь, а научил других торговать. Ну, сегодня по тебе тоже проедутся, как положено. Да я не читаю просто, не смотрю, мне всё равно. Ничего, зато Сашка читает. Я чему проедусь? Он тебе передаст. Я его не буду расстраивать. Вот, по поводу проба, давайте пойдём по проб. Дело в том, что проб в Америке, ты мне задал вопрос по поводу ГО. Да, да, да. Я вносил 400 долларов, это то, что у меня было тогда. Были люди, которые заходили без ГО, и были люди, которые заходили с ГО. Объясню тебе, почему тогда могли заходить люди без ГО, потому что комиссионные были бешеные. То есть их убыток мог покрыться за счёт комиссионных? Я просто, чтобы ты понял, в 2000 году платил 1,8 млн долларов в комиссии. В комиссии. Я столько только в рублях платил. Почти 2 млн долларов за год. А что умеете? Да. То есть очень высокая комиссия была, движения были хорошие, хотя я не проторговал ни одного интернетского. Вот расскажите условия вашего пропа. Ну, видимо, я где-то читал об Америке, потому что всё мы берём оттуда. Ну да. У нас тут мало чего придумывается. Не, не надо придумывать. Поэтому мы взяли за основу, наверное, как-то так посмотрели и тоже взяли основу. Сначала мы брали без ГО, то есть мы были, может, наивными, юнцами, поэтому мы говорили, есть хороший эстейтмент, так называемый отчёт, приходите, мы посмотрим, если всё нормально, мы дадим просто так деньги. Пришли несколько человек, мы им дали деньги. Спустили. Ну, там риск, слава богу, уже был приобретённый, поэтому они тут же потеряли деньги согласно регламенту и ушли. Мы так почесали голову, подумали, прикольно. Нафиг нужно. Если мы так каждому будем дальше давать, скоро от наших счётов ничего не останется. Поэтому ввели обязательно ГО. Вот. И как показала практика, отчасти даже хорошо, потому что... Нет, человек, во-первых, всегда, я когда задал точно такой вопрос, Дим, я даже не буду как бы спорить с тобой, когда я задал своему хозяину тот же вопрос, да, неужели тебе мои 400 долларов там нужны? Он задал, он ответил вопрос, на который ты только что дал ответ изначально. Он сказал, говорит, Алекс, это твои деньги. Когда теряешь свои, хоть даже очень маленькие, совсем по-другому торгуешь. Когда у тебя чужие. И вот это был его ответ, поэтому я тебя понимаю. Это может не совсем как бы структура такого американского чистого пропа, чисто американского, где вообще не берут денег. Но вот ты знаешь, я с тобой как бы не могу не согласиться по одной простой причине, что человек должен понимать, что... Он должен брать на себя ответственность за это. Не просто взять. У нас таких халявщиков очень много, да, если мы говорим там про выстыки и все остальное. У нас халявщиков вся страна. Я с каждым разом просто смотрю, думаю, где новые лица-то. У нас халявщиков вся страна. Все, они все. Вся страна. Вся. Вообще, это просто поражает. У всех такие стейтменты, такое ощущение, что просто хулердеры все. Неважно, какие сантименты. Люди говорят, вот пришел к нам человек, говорит, у меня, говорит, проблема. Я зарабатываю 300 тысяч в месяц. Я так сижу и думаю, как бы сделать эту проблему актуальной для всего зала, чтобы они зарабатывали все 300 тысяч. Он говорит, не могу больше, только 300 тысяч. Как решить проблему? Поставили ему риск-менеджер. И он, в принципе, начал торговать лучше. Потом с риск-менеджером немножко поругался. И в итоге отдал все. Потом другой человек говорит, на ММВБ я очень большие деньги там заработал. Все, сантимент, все круто. У него увеличилось, наверное, сумму только в 4 раза. Ему на пропе. И он снова слился. И вот так один за другим. Но бывает таланта. Я вспоминаю все время, мне нравится фамилия Дубровский. Мы ждем его поручика Ржевского. Дубровский у нас сделал 150% за курс активный интродэ. У нас, кстати, как раз сегодня он начинается. Это месячный курс, где люди имеют возможность познакомиться с этим совсем. И со структурой пробл-трейдинга, со всем программным обеспечением. В общем, с Россией как таковой на фьючерс РТС. И вот раз человек и проявил себя. Потом пошел к Диме на полгода и также показывает неплохие результаты. Вот бывают люди, у которых раз и сразу прет. А есть люди, которые у нас тоже пошли на полгода и говорят, я хочу управлять большими котлетами. Молодой парень потерял 120 тысяч долларов. Ну, то есть весь такой был на взводе. Крутелло. Да. И вот он говорит, ребят, мне это нужно. Вот у него там что-то 3-4 месяца ничего не получалось. Если бы он пошел просто на месяц, ну, на нем бы все крест поставили, никто бы на него не поверил. Потом раз он вдруг закрывает месяц плюс, недели в плюс. Или тоже вот система кнутая пряника. У нас там есть один проб-трейдер, который уже сейчас фактически вошел в состав команды. Сливал, 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 сливал. Дима вышел, не буду рассказывать, как он культурно с ним поговорил. Сказал, в пятницу, если не закроешься в плюс, остаток где? Да, свободен. Нет, иногда надо. Он каждый день закрывал в плюс и весь месяц закрыл в плюс. И еще сидел уже на следующий месяц, уже следующий, он сидел и поглядывал, там, не выйдет ли Дима там с палочкой. Вот такие варианты, и это нужно людям. Трейдинг для кого-то это интимное занятие, а для кого-то все-таки это команда. Дим, ты, я же говорю, начал по поводу среднесрока. То есть на сколько среднесрок? У нас еще на счет среднесрока, да. Даже интродэй, устаешь. Ну, действительно, я со скальпинга пришел в интродэй и тоже приходится сидеть постоянно-постоянно перед монитором. Тоже понимаешь, мне лично всегда хотелось что-то новое. То есть выходит новый Windows, я тут же его обновляю. То есть был XP, Vista вышло, Vista там и так далее. Выходит новый кузов моего автомобиля, я покупаю новый. То есть я долго не могу находиться в одной и той же зоне. То есть скальпинг, да, три года достаточно долго. Потом интродэй, полтора года. И я уже хочу идти дальше. То есть мне хочется уже изучать. Я уже изучил опционы, я уже изучил облигации, я уже рынок акций. И то есть мне интересно развиваться уже именно в этом направлении. Может, я старею, не знаю. Хотя вот Александр Михайлович, до сих пор, да, торгуете внутри дня активно? Да, я с ребятами прихожу хотя бы пару сделок. Ну, ты знаешь, я больше, как тебе сказать, больше для того, чтобы просто... В форме быть. Да, в форме. Хотя, ты знаешь, я за этот год гораздо больше успокоился. У меня было четыре там сделки хорошие. Натуральный газ, рубль-доллар, который я сидел спокойно, высидел. Но все равно мне не нравится просто кнопочки потыкать. Просто потыкать кнопочку. Мне кажется, это приятно. Приятно. Приятно, когда прибыль течет. Ощущаешься. В моменте. То есть ты зарабатываешь, открыл позицию, через пять минут. Ты знаешь, уже в моем возрасте уже больше как бы хорошо исполненная сделка. Она уже даже лучше, как бы, чем деньги. А вот у нас вопросы пошли. Антон задает вопрос к вам обоим. Здравствуйте, Александр и Дмитрий. На Западе давно уже популярна такая техника торговли, как price action. Что вы думаете о применении этой техники для внутренней торговли на российском рынке? Есть ли смысл использовать данные открытого интереса на срочном рынке в связке с вышеописанным методом? Спасибо. Я начну. Александр, вторую часть продолжит. Это самый главный вопрос. Знает ли кто-нибудь на российском рынке понятие price action вообще? Потому что мы не знаем. Как это можно вообще использовать? Вторую часть мы можем, наверное, ответить. С изменением количества открытых позиций. Это мы часто используем, когда крупный игрок начинает заходить через стакан. То есть вполне мы видим, что в стакане появилась заявка в пять тысяч контрактов. Мы видим, что она реально, то есть ее едят и она никуда не уходит. В этот момент подключается открытый интерес. Если мы видим, что при открытии, то есть он продает и открывается, открытый интерес растет, явно он открывает шорт. Ну, это торговля в стакане, особенно. Ты как скальпер подобрал когда-то. Бывшие, да, да. Потому что это видел очень хорошо. У нас сегодня трейдеры насчет этих объемов заработают. То есть мы видим, что наращиваются шорты. Значит, у нас в России это инсайдерский рынок. То есть когда... 200% вообще. На сценарии я говорил, вы видели как-нибудь трейдера, ездящих на Феррари? Вот я лично не видел. А я скажу, почему. Потому что трейдер, который ездит на Феррари, он нигде не появится в открытом доступе, потому что он зарабатывает деньги инсайдером. Я видел инсайдеров в стакане очень много раз, я играл вместе с ними. Тут есть такой американский. Играйте вместе с инсайдерами. Я это видел, когда в Газпроме сначала ставится 5000 контрактов, закупается еще 5000, еще 5000, еще 5000. Набирается поза 20-25 тысяч контрактов, после чего вдруг спот-акт, спот начинает расти, как сумасшедший. И потом я вижу, как эти 20 тысяч контрактов выгружаются обратно в рынок. Я вижу, как инсайдер, который получил заявку на споте, купить, тут же там звонит своей жене, или сам просто наглую берет, покупает фьюч, а потом берет и цену гонит наверх. В Америке за это там не сколько, 10-15 лет дают? В тюрьму сажают, да, там от трех. От трех и вверх, да. А у нас, по-моему, понятие только в 2012 году в гражданском контексте. Да это наказания никакие на самом деле, просто смешные. Там штраф вообще какой-то смешной, там даже 5000 рублей. Если у нас начнут штрафовать, у нас просто ликвидность вообще уйдет из рынка. Ну, сейчас же хотят ввести штраф за красный свет, там почти до 500 тысяч рублей, и там езда в нетрезвом виде. Такое, смотри, в Москве машины не останется. Я за ядом метро сяду, ненароком. А вот Александр Эскив задает вопрос. Это, скорее всего, Дима, к тебе. В программе «Герой открытых рынков» ты там был, да? Был, да. Все, отлично. В программе «Герой открытых рынков», что вы сказали, когда начинали, у вас два года не получалось. Вот как этот период пройти, что поможет трейдеру самочке в восстановлении его как профессионала? Спасибо. Ну, тут этот вопрос на самом деле такой краеугольный. С него и начинаются вообще все. Первое, это мы вот выяснили сегодня, что трейдер сам все, проект, это венчурный проект. Либо он выстрелит и заработает кучу, либо нет. И, к сожалению, таких проектов очень мало в проценту отношений, которые выстреливают. Вот ты знаешь, ты правильно сказал, и венчурных проектов, которые выстреливают, тоже очень мало. Такие, как Mail.ru и Facebook и все остальные, их единицы. Я уверен, что Лешир Усманов вложил не один десяток миллионов долларов в кучу маленьких компаний, а стрельнуло несколько. Конечно. Вот поэтому трейдеры для нас, и уже как мы поняли, это венчурный проект. Он выстрелит, и тогда сразу все окупается. Второе. Трейдер с какого рынка он начал? Если он начал с рынка Forex, ну, там шансов по мне, так вообще ноль. Зеро. Разогнять депозит с 10 тысяч, с 10 долларов до 10 тысяч. Вот, то есть надо выбрать еще правильный рынок. Рынок фьючерс тоже опасный относительно для начала, тем более там на индексе РТС, если полезет, то шансов. Ну, потому что плечо большое, а значит трейдер не понимает. Ну, почему? Тут я с тобой не соглашусь, потому что вот у меня ребята, кто начинает только торговать, я как раз-то рекомендую либо рубль-доллар, либо РТС, потому что их можно торговать там с очень маленькой, то есть один контракт. Один контракт, например, стоп там в 300 пунктов, это 180 рублей, то есть по сути дела абсолютно нормально. Но инструмент сложный, очень сложный, архи сложный. Инструмент, ну, ты пойми, одну вещь, когда человек только начинает, задача стоит одна, как можно меньше потерять, чтобы научиться. Можно потерять как можно меньше, дальше идет теорема, только на инструменте, который как бы недорогой, и научиться можно на том, который дает. И Россия это отличный рынок для этого. Да, я в последнее время меньше рекомендую Америку, потому что с Америкой сопряжено огромное количество расходов. Люди, которые должны выходить на Америку, это те люди, которые действительно хорошо понимают рынок, и у которых есть денежка в кармане, и денежка приличная. То есть 60 тысяч рублей... Нет, нет, не вариант. Следующий вопрос Илья задает. Существуют ли устойчивые закономерности, в скобочках, не исчезающие со временем для торговли внутри дня? Если можно, приведите какой-нибудь пример. Есть, но они не полностью исчезают, скажи, они так могут более прозрачным становиться, нежели четкими в свое время. Сегодня пример, просто классика жанра, два было, два примера таких. А трейдер, когда-то у меня обучался, теперь он стал у нас роботописателем, и он прямо торгует по той системе, которая говорила еще... Роботописателем, что это значит? Роботописателем. А, понял, понял. Да, он роботов пишет. Три года назад просто была простая система на Газпроме, появляется объем больше 4 тысяч контрактов, открываешься перед ним. Ну, понятно. Ну, и все, держи. Стандартная, да. Классика вообще. Обгоняешь, обгоняешь большого покупателя. Да, то есть на фьючах на Газпром, на Сбер это работало шикарно. На Газпром лучше всего это работало. Вот. И сегодня просто он говорит, Дим, забегай ко мне в комнату, там 5 тысяч контрактов, ты будешь открываться? А я там каким-то делом за ним, говорю, уйди с своими 5 тысячами контрактами. Он такой, ну ладно, и побежал. Через час прибегает, довольный, зря ты не открылся, не показывает график, открылся, все вниз, увалилось хорошее движение. То есть то же самое, что и работал образно несколько лет назад. Да, все работает. К сожалению, я с вами согласен, просто как бы, когда рынок становится лучше, оно меняется в хуже сторону. Да. Дорогие друзья, в гостях Дмитрий Черемушкин, Александр Веденеев, у нас прямой эфир. Соберитесь со звонками 6 5 10 9 9 и 6, звоните, задавайте вопросы, пишите тоже. Ну, давайте тогда еще раз поговорим с Димой Черемушкиным и Сашей Веденеевым из компании Xelius Group, именно вот об условиях, какие есть, мальчик с улицы, какой входной порог? По-моему, там 10 тысяч рублей, это у него гарантийное обеспечение, даже меньше. Да, а 10-20 тысяч рублей, это гарантийное обеспечение. Ну, это небольшие деньги. Это небольшие. Такие деньги есть у всех практически. Ему дается плечо там, ну, то есть не то, что плечо, ему добавляется 90 тысяч на счет. То есть он заходит с 10 и у него сотка. Да. Понятно. Хорошо, тогда как дальше, после того, как он теряет эти 10, вы на какие смотрите показатели, чтобы оставить его? Так, ну. Ну, можно, да, я скажу. Потому что я больше всего с ними в этом плане работаю, как лично, да, с людьми общаясь. У них есть несколько вариантов. Они хотят, например, попасть в команду или сотрудничать с компанией. У них есть два направления. Либо они, как свободный трейдер, показывают то, на что они способны, да, в течение месяца-четырех. Для этого у нас еще есть возможность, он сел в дилинговый зал, завел эти 10 тысяч, торгует на стол. И перед этим он еще нам показал свой сантимент за последние 4 месяца, официально подтвержденный брокером. И показывает результат в зале при наших там рисках в системе установленной, которым удается абсолютно бесплатно, да, контролируется потери даже его денег, не только наших. И другой вариант, когда он идет уже на обучаемый проптрейдинг. Все очень просто. Первые два месяца он 50 на 50 распределение прибыли. Ну и там повышенная комиссия, чтобы ни в одну, как я говорю, проститутскую сделку не залез. Потому что такие сделки, они с маленького объема по привычке перекочевывают на большой. Когда он легко воспринимает потери 300 рублей, он же не очень воспринимает потери 300 тысяч рублей. Неадекватно уже. То есть на каких основаниях выставляется риски и все остальное? У вас есть шкала? Да, да, есть она четко прописанная база, то есть для всех она, что обучаемая, что свободная, она для всех аналогичный вход. Далее уже идет распределение прибыли с каждым успешным месяцем, по два месяца, да, с каждым успешным, он в его пользу. Доходит до 80 на 20 в его пользу. Он вообще может освободиться от ГО, пониженная комиссия, там сниженные налогообложения и прочие предложения, которые могут быть. Но за образ, за за место он все равно платит. Конечно. Но потом, да. Нет, если он входит в команду, уже не платит. Да, уже не платит. Есть определенный барьер, когда человек у нас, например, сейчас 8 месяцев прошел, все, мы видим, что у него пошло, мы все отменяем, все комиссии. Ну, я понял, он в команде партнер, все просто. И здесь вот как важно. Дим, вот задали такой вопрос хитрый. Дим, на самом деле можно сказать, что вы ушли с трейдинга в бизнес? Это параллельно. Мне нравится и то, и другое. То есть мне нравится и торговать, этому я посвятил свою жизнь и этим до конца пойду. И мне нравится бизнес. Как ни странно, мне понравилось заниматься этим, мне понравилось развивать компанию, понравилось, как происходят процессы бизнеса. То есть, когда ты рождаешься предпринимателем, видимо, у тебя... Ну, мне кажется, это вот как раз процесс гармонии. У меня была проблема, то есть, я когда уходил полностью трейдинг... Я-то скажу честно, ребят, я-то вас понимаю, я занимаюсь тем же самым, у меня есть и семинары, которые стоят у всех поперек горла, 4 раза в год, кстати, всего 4 раза в год и есть вещи, которые я делаю в бизнесе. Но я поэтому задал вам вопрос, чтобы это не было слово мое мнение. Я поэтому хочу, чтобы вы ответили на вопрос. Здесь важна гармония. То есть, я эту гармонию нашел. То есть, я либо уходил полностью в маркетинг, и тогда я не понимал людей вообще, трейдеров, инвесторов, я их не понимал, потому что полностью уходил в это, да. Либо я уходил полностью в трейдинг и уже не понимал какие-то другие вопросы. Я компромисс для себя какой-то нашел. Вот я там, например, веду виртуальный дилинг до обеда, до часу, до двух. Да, потом я уже занимаюсь совершенно другими делами. То же самое, да. Ты торгуешь, а потом делами фирмы занимаешься. У нас в компании есть всегда такое, для основного состава, полусотрудников и управляющих, это тихий час. Да, я его так называю. Мы торгуем до 12-2, потом уже другие дела компании. Вот нас сейчас придется вам отвечать побыстрее немножко, потому что у нас пошли вопросы. Игорь задает вопрос. Дима, тебе, что такое успех в вашем понимании? Успех в моем понимании, это когда ты поставил себе цель и ты ее добился. То есть в меня не верили в какой-то период времени. Да практически никто, кроме моих родителей. Мама, папа, они единственные, кто говорили мне, что ты добьешь успеха, а они ей дали денег первых. Остальные все смеялись и мне было принципиально доказать, что я смогу это сделать. Вот это для меня был успех, когда я показал табличку, где я заработал количество денег. Так, вот следующий вопрос. Владимир задает вопрос. Если у человека есть правила, но он их нарушает, ходит против движения, ставит стоп и другие проблемы, это можно как-то либо преодолеть? Или такой человек однозначно будет все время обречен, чтобы быть убыточным трейдером? Можно. Самому практически невозможно. Невозможно. Да, вот у нас это все жестко. Если человек начинает так поступать, у меня есть клюшка для гольфа и удары по столу, потом крики, а потом до пальцев можно дойти. Человек очень быстро отучивается. Когда ты с ним вся садишься и смотришь ему в глаза, говоришь, либо ты соблюдаешь правила, либо ты уходишь из этого зала и больше мы тебя никогда не будем видеть. Все, иди, свои проблемы. Юрий из Киева задает вопрос. У него у нас Украина активизировалась. Здравствуйте, уважаемые. Подскажите начинающему, следует ли нырять с головой в изучение классического технического анализа или все-таки нужно искать какие-то свои фишки для успешной торговли? Ну, ответ тут просто напрашивается. Стоит лишь для того, чтобы понять, как работает большинство и торговать против них. Тогда следующий вопрос. Александр, добрый день, Дмитрию Александру. Крайне интересный момент по поводу риска на день. Получается, при среднем заработке в х рублей в день мы можем отдать рынку не более 1,3 от этой суммы. Я только учусь, у меня средний положительный день чуть больше нуля, где-то 0,1. Это достаточно мало при текущей волатильности на рынке, ведь получается, что в день я могу терять не более 0,3%. Я начну, Александр продолжит. Это буквально шум на Сбербанке. Какой адекватный лимит потерь на день, как вы думаете установить при обучении торговли на небольшом реальном счету? Ну, тут мы ставим просто у нас стандартный, если для начала тысяча пунктов. Но если он торгует на Сбербанке на акциях, да, именно? Да. На акциях. Надо посчитать просто какой... Ну, тут много подходов и как-то выбрать какой-то из них определенно сложно. Первый подход это ты смотришь просто средний, сколько ты зарабатываешь и там берешь половину или даже целый заработанный день. То есть зарабатываешь ты 100 рублей за день, можешь поставить лимит на день 100 рублей. Если у тебя количество прибыльных дней в среднем больше, чем отрицательных. У нас так есть, грубо говоря, ты должен заработать 1000 пунктов и у тебя риск на день 1000 пунктов. Но ты выиграешь за счет того, что у тебя 8 из 10 дней ты закрываешь плюс 1000 пунктов и 2 дня ты теряешь по 1000 пунктов. Все, то есть это один из метров. Другой, это когда трейдеры за ней зарабатывают 1000 пунктов, но риск при этом на день у них 300 пунктов. Это еще один подход, когда они примерно 50 на 50 зарабатывают дни, зарабатывающие дни и 50% теряющие дни. Все зависит от того, как система, насколько часто она дает прибыльную серию. То есть сугубо статистика и математика. Да, а здесь им в помощь еще идет такой очень важный момент, это риск, который лимит устанавливается на день. Вот его представим в виде простой линии, и он всегда один, больше этого не будет. И есть такое понятие, как подтягивающийся лимит. Если человек заработал, этот лимит может потянуться либо быстро, либо медленно. Все зависит от того, как бы риск большой или маленький, он будет потягиваться либо медленно, либо быстро. Это сейчас можно и настроить, это очень круто на самом деле. Почему я говорю? Потому что я говорю про себя. Когда я торговал, у меня очень большая была волатильность. Я от этого страдал и мучился психологически. А сейчас я уже не мучаюсь. Если там заработал, он не раз, он потянулся. У меня лимит потерь вот такой. По-простому, ты сам для себя робот. Фактически, да. Вот это удобно стало. Юлия задает вопрос. Если каждый день закрывая в плюс пари. Вообще просто. Что плюс? Плюс пари. Она телефон оставила? Что она закрывается? По РТС. 1300-2000 пунктов профита за 3-6 сделок. Как повысить результативность? Мне напоминает этот человек, который 300 тысяч. Переходить на скальпинг. Опыт 3 года спасибо. Приходите к нам. Я все вам расскажу. Фотографий здесь нету, Саша. Это не важно. Я сейчас никак к девушке общу. Нет, ты сказал, как телефон и все остальное. Ну да. Какой человек для связи. Имя Юлия сразу. Все, приходите к нам и все остальное. Я знаю, как. Ну расскажи. Прийти к нам в роб. Все деньги, которые здесь есть. На них получить в 10 раз больше. Вот вам, пожалуйста, есть такой результат. Да, Юль, ответ один. Если у вас проблемы с деньгами, как больше. Вот на самом деле к Черемушкину проб, к Селиус. И вам выдадут энную сумму денег. Если на скальпинг, зачем вы приходите, если у вас так все хорошо. Как бы вы большими, чащими сделками не сделаете себе лучше. Степан задает вопрос. Уважаемые господа, это к вам. Можно ли торговать дистанционно в вашей компании или обязательно-обязательно присутствовать в дилинговом сале, если я физически нахожусь в другом городе? Я начну, а ты как раз продолжишь. Можно, конечно, можно. Потому что у нас система риск-менеджмента, она хоть торгуя из Зимбабве, все контролирует. Ну а как теоретически человек может все эти выгодные предложения получить, торгуя, например, в другом городе? А спокойно. У нас каждый день с 9.45 до 2 часов дня идет виртуальный так называемый дилинг. То есть он надевает наушники, открывает экран, а там наши рабочие столы, там наши веб-камеры, там Си Саша, я еще. И мы рассказываем, вот рынок здесь, здесь может зайти в лонг, допустим, рынок может измениться, здесь такой-то тренд. То есть мы постоянно рассказываем, что происходит на рынке. Он видит наши экраны, он видит наши лица, он слышит наши голоса, плюс он торгует на пропе, на счете проб, которые контролирует риск-менеджер. То есть все, где бы он ни находился, он в вакууме, все, он в нашей компании, считай, сидит. А это больше как бы тебя дисциплинирует или наоборот расслаждает? Кого? Меня или его? Тебя. Меня? Больше дисциплинирует. Ну то, что ты... Собственно, меня тоже, да. Мне приходят сделки показывать свои реальные. То есть вот я здесь зашел, вот здесь я поставил стоп, вот здесь цель, и все видят как. Либо до стопа доходит, либо до цели доходит. А я не просто показываю, у меня сразу экран, и все видят, когда я убегаю от стопа, когда я стоп передвигаю. Да. Они это видят, да, они видят и take profit, они видят и loss, и все. И видят, какой большой объем я торгую в моменте, и как торгую. И они могут увидеть, как работает XRM, то есть риск-менеджер, как работает с топным профитом и другие программы. Я в этом плане считаю, нужно быть абсолютно честным. Как у нас многие на рынке всегда осуждаются. Саша, скажи честно, и ты, Дима, скажи честно, сколько людей вы на самом деле знаете, которые честны сами с собой? А вот это самое главное, никто не может признать, что он неправ. Я поэтому и говорю. А это выливается в потерю денег. А Саша прав, вы скажите, что он рыба. А он скажет, да, я рыба. Я могу признать любую свою неправоту. Так, а проблема в том, что единица таких людей. На рынке только тот, который действительно может сам себе сказать. Ну, все это понимают, но не все могут сказать. К сожалению. Александр задает еще один вопрос. Как вы помогаете все-таки избежать риски начинающим трейдерам? Как избежать риски? Прямо начинаешь, когда к нам пришли. Ну, тут все очень просто. Когда к нам приходит трейдер, он не понимает вообще, что такое риск. А когда вдруг ему, как знаете, человеку железной маски одевают маску вот эту рисковую, и он сразу начинает понимать, о, ого, направо нельзя, налево нельзя, можно только прямо идти. А потом, когда эту маску снимают с него через там 2-3 месяца, он не понимает, как вообще можно без рисков жить. Поэтому только жесткая программа. Я, например, тоже не понимаю, как можно жить без рисков. У меня торговля только от стопа. Только от стопа. То есть, если не можешь стоп просчитать, и сделки нету. У нас был случай такой совсем недавно. Человек пришел к нам на пробтрейдинг, да, свободный. Он заплатил за удаленный риск, торговал. И какой-то день он такой, говорит, решил без риска поторговать. У него было 100 тысяч, он потерял 13 тысяч рублей. И мы даже ему позвонить не успели. Он оплатил в этот же день, там, на несколько месяцев. Сразу говорит, так, подключите меня, срочно-срочно подключите меня. Ему не нужно было ничего не снять. Не, ну, на самом деле, дорогие друзья, радиослушатели, это панацея. На самом деле. Это выход из положения. Когда мне говорят, что делать, это единственный выход из положения. Это продлевать просто жизнь. На начальном этапе риски. Это просто продление жизни. Если ты продлеваешь жизнь себе вначале как трейдер, то ты себе вообще, ты больше учишься. Это как раз вот этот период, который ты можешь преодолеть. Преодолеть. Абсолютно верно. Дорогие друзья, у нас в гостях ребята из Кселиус Групп. Александр Веденеев и Дмитрий Черемушкин. У нас сейчас, к сожалению, не остается времени. Вопросы вот сейчас только, видно, люди проснулись. Вопросы посыпались. У нас был прямой эфир. Плохо, что вы не дозвонились или не захотели дозвониться. Вы знаете, как найти Кселиус Групп. Первая буква русская Х. Захотите в интернет, набирайте. Всем удачи. Всего доброго. До свидания. До свидания. До свидания.